Ха-ха, пока что это вообще не весело. Такая, соединение ловушки Индианы Джонс вместе с лазерами. Ты же для этого и создал этот конкурс. О, подожди, это тот братан, которого я слил первым! Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОМ. Меня зовут Дима, и вышел новый видосик от Мистера Биста, к которому я наконец-то добрался, про какие-то безумные лазеры. Давайте поскорее посмотрим его вместе с вами. Не забудьте подписаться перед началом на мой канал, забегайте в мой Телеграм, там всегда новости, когда следующие летсплеи, реакции и многое-многое другое. И погнали скорее смотреть! Это самая безумная лазерная полоса препятствий в мире. И это лишь один из опаснейших лазерных лабиринтов, которые мы создали для этого видео. И тот из 10 участников, кто продержится дольше всех, выиграет 250 тысяч за мной. А чё так мало? Где миллион? Где 250 тысяч долг тратила? Шо, исхудал кошелёк, братишка, ты чё? А то мы бюджет ролика потратили на комнаты с лазерами, поняли? Ай, добро пожаловать в первую комнату. Ты что, издеваешься? Йоу, как нам пройти через это? Правила просты. Нужно коснуться коробки с деньгами. Но, если коснёшься лазера, то теряешь 250 штук. Вопрос на... Да ну блин, да как это пройти? Оно ещё дрыгается туда-сюда. В фильмах про шпионов там у чуваков хотя бы лазеры не прыгали. А те, которые прыгали, так резали тебя на части. Это реально вообще пройти или нет? Или он просто так ради Стёба это, знаете, затеял? Чувак, чувак такой в теле, гляньте. А прикиньте, он победит, потому что я что-то подумал, что он в первом месте вылетит. Ну тут такая нужна жёсткая гибкость, чтобы через это всё пробраться. На миллиард кто? Пойдёт первым. Окей, первый пошёл. Какого фига, чуваки? Ещё и назад смотри, оно по ногам там может влупить. Забавно, но это самое лёгкое из всех наших комнат. Дальше будет намного сложнее. Капееееее... Она не даёт первому номеру пространства для манёвра. Так, ребят, мне нужно шагнуть туда. Это выглядит как игра, но всё очень серьёзно. На кону куб денег стоимостью 250 тысяч. Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Порядок. А ты не братан! Держится прямо на тебя! О, боже мой! Ай, божечки! Я говорил, следи за своей задницей. О, подожди, это тот братан, которого я слил первым! Ну, ну, понимаете, тут нужна физическая подготовка. Просто так здесь, но это тяжело. Жалко, добрика. Нет, я выбыл! Я что? О, боже мой! А брат, тоже они взрываться будут, вы не предупреждали. Девять! Нет, да, ты сможешь, сможешь. Итак, у нас первый финишёр! Второй добрался! Я застрял! Братан, сейчас тебе ногу порежу. О, всё, приплыли. Одежда не задевает, нет? О, хе-хе-хе! Задержать! О, хо-хо! Это было очень близко. Жди момент. Не, ну молодцы, вопросов нет. Смотри, последний остался. Уйдёт. Блин, я тебе так и подумал, что он уйдёт! Минус два в первой комнате. Сколько, интересно, комнат? Пять? Три? Ну, типа, вот это, капец, как по мне сложно. Он говорит, что это самое лёгкое. А, да, кстати, действие происходит в космосе, так как в прошлом видео мы случайно взорвали Землю. И нет, это не графика, это на 100% реально. Хватит задавать мне этот вопрос. Включите лазеры! Чтобы пройти дальше, каждый должен пересечь комнату и перелезть через стену. В то время, как красные лазерные стены будут смыкаться. Остаёмся посередине. Поверьте, говорят, что... У них мало времени, да? Такое соединение ловушки Индианы Джонс вместе с лазерами. Так здесь стоять нельзя. Слушай, так здесь по факту можно выбыть вот так. Кто, у кого ворует идеи, ты у Стамбл Гайса или Стамбл Гайс? У тебя. Забавная игрушка, забавная. Ладно, забавная. Хорош. Что этот уровень сложный, я не шучу. Я попробовал пройти его и даже близко не смог. Начать второй уровень. Что? Окей, погнали. Ну ему и не надо химку, поэтому он деньги и платит. Эй, ускорьте стены! Зачем он это сказал? Совсем дурак. Что за чёрт? Ну я понимаю, что у него бабки есть, но чувакам и так непросто. Идём, идём, идём. Прыгай быстрее. Давай, давай. Давай, давай. Все справились? Да ладно! Стоп, они закрываются. Давай, парень. Я даже не поняла, что мы начали. Я думала, что это вступление, а потом всё как побежали. Это было неплохо. Было немного страшно. Пришлось бежать, и я так... Пройдёмте в следующий. Они все прошли. Молодцы. Именно молодцы. Комнату. Все выглядели счастливыми. Но мне пришлось кое-что им сказать. Не все из вас выжили. Кое-кто попал под лазер. Я вернусь с записью. Кто-нибудь заметил? Я вряд ли я коснулась луча, но я не уверена. Что ты сказал, наверное. Я просто хочу попасть в следующую комнату. Я прыгнула в яму второй, поэтому, по идее, мне хватало времени и места. Не знаю, посмотрим. Не думаю, что я попал под лазер, но раз я был последним, и стены сдвигались, то это мог быть я. Ох, сердце сейчас просто выпрыгнет из груди. Точно. На этом айпаде видно, кто выбыл из игры. Я не хочу смотреть. Так, все, подойдите, подойдите. Итак, вот виновник номер один. Это я. И задел луч плечом, потом спиной, потом задницей. Невероятно, как много раз ты его задел. Думаю, нужно отдать ему честь, раз он уходит. Пока, ребята. Пока. Это была честь для меня. Далее, если вы посмотрите прямо сюда, увеличим номер восемь. В смысле? Он не один ушел? Он сказал, виновник номер один. Я думал, типа, он как бы имел в виду, что его номер один, и он ушел. А значит, их несколько? О, нет. И будет видно, что он не вылетел, а вылетел ты. О, нет. Не знаю, чего вот так грустить. Осталось пятеро. Теперь можно порадоваться. Но, к сожалению, эта радость продлится недолго. А вот и следующий уровень. Разве это не безумие? Это что еще, черт возьми, такое? И давайте, чтобы сейчас стены начали сужаться, а внизу плавали крокодилы. Я знаю, что вы в шоке, но уровень весьма прост. Когда включится таймер, у вас будет 10 минут, чтобы забраться на движущуюся платформу. Пройти по балке, перебраться на другую платформу и прыгнуть, избегая при этом лазеров. Запускайте таймер! Хорошо, давай. Зашел. Вообще, по двое надо, ребята. У вас кто первый пошел, у того больше всего времени. Вы дурные. Вот именно. Это безумие. Ждите дольше, у вас время ограничено. Чувак, я вижу это. Давай, Рейн. Стоят, втыкаем. Осталось 7 минут! Все в порядке. Ты пойдешь? Да. Да по двое, ребята! Ну как, ну где ваша голова? Окей, как мы поступим? Я не знаю, если честно. Решайте там сами. Мы начинаем. Ну ладно, я пошла. Ногу. Итак, 10-ая на другой платформе. А кто у нас на балке? Окей. Давай, вот так. Молодец. Нет, нет! Да! Да! Но она крутая, блин, ё-моё. Она одна из первых зафинишировала в самом начале. Я верил в эту малую. Последний номер, это еще не показатель. Девчонки! Кто правит миром? Девчонки! Время заканчивается, торопитесь! Может нам пойти вдвоем? Стояли, стояли. Она прыгнула! Их двое! Неужели? Их двое просто. Давайте, аккуратненько. Ладно, посмотрим. Ты последний. Осталось всего 4 минуты. Я из-за тобой лазер. А так им вообще халява. Слушайте, 4 минуты, он один остался. Обернись! Нормально, нормально, нормально. Да! Давай! Девчонки! О, мой бурак! Осталось 3,5 минуты. Она поедет обратно. Хорош! О, мой бурак! Последний остался. В игре остается лишь 8 номер. Время еще есть, детка, время есть. Я что-то не уверен в нем, ребят. Ну да, так платформа, смотри, как медленно ходит. Даже если он сейчас ничего не заденет, он просто банально не доедет. Осталось всего пару лучей. О, мой бурак! А не доедет, смотри, все устает. Оно! Да, это было самое сложное, серьезно. Поздравляю выживших! Идем на следующий уровень с гигантскими лучами смерти. Лучами смерти? А чего он такой мокрый был, вы видели? Бист, тебе кажется, что у тебя деньги забирают? Не волнуйся. Ты же для этого и создал этот конкурс. Наверное, лучи смерти. Я потратил 42 триллиона на этот корабль. Как я мог не добавить лучи смерти? Добро пожаловать в уровень 4. И на что мы сейчас смотрим? Непонятно. Сердце сейчас выпрыгнет, бро. Парни, включите лучи смерти! О, что за гордость? Жесть. И что это такое? Йоу, что? Как мы видим, перед выстрелом они дают вспышку. Цель проста. Доберитесь до другой стороны, не задев ни одного красного луча. И не дайте испепелить себя синим лазером смерти. Веселитесь! Весело будет только тому, кто дойдет до конца. Пока что это вообще не весело. Надо перепрыгивать с платформы на платформу, типа слева направо, правильно? Ну, погнали, чуваки, чё ждать? Зрюгаренько идет. О, о-хо-хо, пригнулась! Всё? И так можно было? Я думал, надо было влево-право прыгать. А-а-а! Это ещё детский сад по сравнению с тем, что было до этого. Да, я понимаю, внизу могут быть лучи и, типа, особо не приляжешь. Но так-так, оп! Ну и всё, смотри, всё нормально. У них же не на выбывание, типа, кто первый пришёл. Да, неожиданно было, честно говоря. Номер шесть прошло! И восемь! Да, пять. Молодчина. Пойдём. Порядок, 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 окей. О, чёрт. Это десятая. Я в неё верю. Она молодец. О, да. Остался только четвёртый! Ну, у него не на время, братишка, не спеши. Не спеши, не спеши! Аккуратно! Метляш! Зачем ты? У него постоянно подкладывают каких-то орлов, вы видите? Ну, молодцы. Молодцы. Вообще вопросов нету, ребята. Это реально сложно. Думаю, он прошёл. Дайте мне ящик. Вот, коснись его. Ништяк. Ништяк! У меня прям адреналин в крови. Я рад, что четверо из вас выжили, ведь уровни 6, 7, 8, 9 и 10 очень дорого стоили. Надеюсь, вы не вылетите быстро. Но, честно говоря, я удивлюсь, если никто не вылетит на следующем. Это ещё что за хрень? Заходите в тюрьму. Вау. Закройте лазерную дверь! Окей? Окей? Теперь вы в гигантской лазерной тюрьме. И в случайный момент следующих 10 часов лазеры выключатся ровно на 3,5 секунды. Вам нужно побежать и коснуться денег, прежде чем они снова включатся. Вы знаете, как... В смысле в течение 10 часов? Ты чё, угораешь? На 3,5 секунды в течение ближайших 10 часов. 10 часов надо держать свой организм в тонусе, чтобы за 3,5 секунды добежать туда. Ну, хотя бы не один раз на 3,5 секунды будет включаться. Ну, это же издевательство. Раз в час давай. А захочется пописать? Ну, вот захочется. И шо, кофе кто-то выпил? И 3,5 секунды, и как огромна эта комната. Да ладно, бро, да ладно. Веселитесь! Когда ещё у вас будет 10 часов на подготовку к 3 главным секундам в вашей жизни? Сколько человек может не спать? Я как-то не спал 48 часов. Не проблема. Зачем? Играл в компьютерные игры или типа того. Ты думаешь, мы и правда просиделись? Работал, конечно, ага, работал. 10 часов? Думаю, что да. Но я когда-то всю ночь не спал, и, ребята, я такой разбитый был с утра. Да, я хотел сам не спать всю ночь, мне было интересно. Но вообще это очень скучно, потому что ночью в основном нечего делать, вообще нечего делать. Не поиграешь ни с кем, ни в онлайн, нигде. Никого нету. Так что лучше ночью спать. Это нормальная тема. Это довольно напрягает, честно говоря. Саймон говорит, коснись лазера. Не знаю, что там в правилах про спотыкание, но, возможно, мы скоро узнаем. Выключите лазеры. Прошу. Я очень рад. Это будет подставлять. Думаете, нам принесут еду? Это тот четвертый, который типа ястребит. О, нет, еду мы не получим. Если дать нам ужин, мы просидим здесь 10 часов. Да, это правда. Ты прав. Если они принесут какую-нибудь еду... О, черт. Как дела? Хотел убедиться, что вы не спите. Уже нет. Как думаете, сколько часов прошло? Думаю, пошел третий. Прошло 6 с половиной часов. И вы, вероятно, голодны. Парни, заносите. Ура! Мы также принесли вам немного... Подожди, знаешь шо? Он сейчас, короче, они будут наваливать еду, а он возьмет и включит эту историю. Ну, выключит, точнее, лазеры. Ну, должен быть какой-то такой хитрый ход. Он не такой уж прям добродетель. Он делает шоу, а для шоу должен быть экшен. Много прайма. Спасибо, Кейсай. Ты первый раз пробуешь прайма? Да, это первый глоток прайма. Ну, ладно, хорошо. Первый глоток прайма. Снимас, идти. Ну, и как он тебе? На вкус. Типа уже и водичку свою какую-то делает, да? Как мороженое. Приятного аппетита и прайма. Спасибо. Спасибо. Шесть часов? Я так не думаю, бро. Да не прошло шесть часов. Только они выключатся, я побегу. Ну, четыре. Да? Мне это уже не нравится. Я не для того здесь только сижу, чтобы не дотронуться до коробки. Ты знаешь, что чем дольше стоишь, тем медленнее ты будешь бежать? Тебе точно конец. От десяти минут к десяти часам? Что за скачки такие, Джимми? Зачем ты так с нами? Это безумие. Я жду больше, чем они, мне кажется, когда же откроется эта дверь. Ощущаю себя с зверем в клетке. Сейчас пять часов утра, а они находятся там уже семь часов. Ставки высоки. И ребята до сих пор на ногах и нервничают. Вы выкупаете? Им после этого испытания нужно будет отдохнуть дня два. Нервная система, весь организм, все просто, ну, на взвинченном состоянии. Они все смотрят на деньги, безумие какое-то. Когда мы нажмем на эту кнопку, лазеры отключатся на три с половиной секунды. Три с половиной секунды — это жесть. Нажми на кнопку. А ну. Давай! Успеют ли они? Успеют ли? Пожди, прыжок! Они все набежали! Было ощущение, что настал конец света. Боже мой! Как вам это удалось? Сейчас пять утра! Семь часов прошло! Да столько... Просто обалдеть. У них сейчас был такой всплеск адреналина, прикиньте, за все десять часов такого не было, наверное. Им надо сейчас побегать, походить, по КГВ, что-то там почудить, потому что их, наверное, пидохает очень жестко. Коморешительный. Так как никто не выбыл, нам придется вернуть вас еще на десять часов. Ты че угадаешь? Да нет, это шутка какая-то была в натуре. Я шучу, это шутка. Хорошо, хорошо. Это был очень длинный день. Идите со мной. Вы такие, что? Погодите. Да, но дни не важны, когда ты в космическом корабле. В огромном космическом корабле. Входите! Что? Доброе утро. Это такое? Доброе утро, входите. Итак, седьмой уровень. Чувак, что это за фигня, бро? Вы, наверное, думаете, зачем так много прайма? Сколько будет удаваться, я этот момент подрежу. Давайте ближе к сути, правильно? Если вы пройдете уровень с праймом в руках, я дам вам десять тысяч. Держа бутылку или весь поднос? Просто бутылку. Держи, лови. Ой. Каждый игрок должен держать бутылку прайма, перепрыгивая с платформы на платформу и избегая лазеров на полу. Так в этом ничего сложного нет. Ну, типа, тут же не надо как-то руками что-то там делать. А лазеры будут открываться и закрываться, как в начале? Лазеры будут ненадолго исчезать каждые 30 секунд. Можно рискнуть и выбрать простой, казалось бы, путь. Попробовать пробежать, либо прыгать. Сердце колотится. Могу я? Тут не на время. Не надо спешить. Я, пожалуй, подожду. Так у меня получится. О, он прыгнул. Что за черт? Но дело в том, что чем дальше, тем больше расстояние. Ну да. Не уверена, что смогу перепрыгнуть. Сейчас отключится и тогда прыгнешь, братишка. Молодец, Рэй. О, мне страшно. И? Не, хорош. Он именно, смотри, как далеко прыгнет. Ты прыгнешь, когда я уйду? Она прыгнет, и я за ней. Хорошо, понял. Опа, это халява. На всякий случай. На всякий случай. Это не считалось. Я знал, что именно так же и будет. Это было умно. Окей. Адреналин просто не верили. Вот так, порядок, она жива. Отлично. Давай быстрей! О! О! Вот это круто! О, ты столько побежал! Окоснулся ли я лучше? Йоу! Нужно посмотреть повтор. Нужен повтор. Обалдеть! Я даже не понял, что он пробежал вперед. Так, только главное, чтобы он не выбыл, знаете, где-то в конце. Смотрим повтор. Карл, какой вердикт? Наверное, нет. Ты точно коснулся. Да. Мы все равно дадим тебе 10 штук за Прайм. Все честно? О, вот это. О, нет, мне жаль. Обидно, обидно. Но знаете... Эй, не забудь взять кейс с 10 тысячами. Прайм скрасил горечь поражения. И так обидно. До встречи, чувак. Спасибо, Джимми. Без проблем. Спасибо, что пришел. Хорошего дня. Мне жаль. Мне жаль. Это безумие какое-то. И вас осталось трое! Ну, за 10к все равно спасибо. Номер 4 не готов, но сейчас побежит. Ну, ты успел! Вот нормальная тактика, красавчик. Тебе не обязательно добегать до самого конца платформы. Достаточно пробежать полпути так, чтобы ты смог до нее допрыгнуть и начать прыгать. Все! Я не знаю, зачем нам эти знания, ребята, но на всякий случай запоминайте. Черт его знает. Может, в следующий раз там будете именно вы. Ты успел? О, ну как твое сердце? Лучше. Я сейчас побегу. Только никаких фокусов, хорошо? А этот может реально. Спил? Вау. Я уйду с дороги. О, и так у нас первый финишок. Десятая. Десятая, блин. Я вам говорил, там, малая, крутая. Спасибо. О, смотрите на ноги. Сейчас, хорош. Ты как неиспешно себе раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Вы же малюси заряжкался, но все получилось. Не целуй мои деньги. Чего он их целует? Остался последний. Я так волнуюсь. Давай. Все получится. Окей. Все. И прыгни. Просто созреди и допрыгай. Окей. Финишировали трое. Следующие три уровня определяют, кто станет обладателем 250 тысяч долларов. Это седьмой уровень. У вас два варианта. Вы можете выйти из игры и забрать Теслу, либо продолжить борьбу за 250. Поняли, Тесла и уже 10к. Неплохо. Новенькая Тесла стоит явно больше, чем 50к. То есть, типа, такой уже неплохой выигрыш. Или можно потерять все. Тысяч долларов. Что выберете? Там миллиард лазеров. Думаете, вы пройдете через это? Если вы слабаки, берите Теслу. Либо гарантированные 40 тысяч, либо 33-процентный шанс 250. Но ведь есть способ пройти через эти лазеры? Конечно. Нолан, ты меня раздражаешь. Эта штука просто очень удобная. Это машина, которую я хотел. Ну, возьму деньги. Дайте деньги. Он принял решение. Окей. Парни. Парни. Забирайте машины, дамы, а я пойду за деньгами. Если все трое пойдут за ним, то это безумие. Я тоже пойду. Хочу дойти до 10-й комнаты. Это важный для тебя момент. Лен, ты знаешь, что они решили? Они уже не могут изменить свой выбор. Да, я знаю. Если выберешь Теслу, можешь сегодня же уехать на ней. Есть вероятность того, что ты уйдешь ни с чем. Ты не хочешь деньги? Хочу. Отказываешься? Взгляни на нее. Пять. Четыре. Три. Два. Ты можешь уехать на этой машине. А я ее пойму, если она выберет Теслу. Выбирай. Пятьдесятка гарантирует. Машина или шанс выиграть деньги. Я решила выбрать деньги. Начинаем. Другого шанса не будет. Спускайся вниз, приступим. Поверить не могу, что... Уважаю, уважаю ее, молодец. Никто не взял Теслу. Давай, Рэйн. Ты и так долго ждала. О, черт. Все норм, смотрите. Главное попой ничего не задеть. Там так тесно. Да, очень тесно. Там два пути, один ведет в тупик. Думаю, она идет в тупик. О, мой бог, ты в миллиметре от луча. Она протискивается к двумстам пятидесяти тысячам. Ну, к шансу их получить. Осталось небольшое препятствие. Ты почти прошла. Я иду, Карл. Я вижу тебя. И между нами нет лазеров. Давай. Йо, коснись его. Итак. Номер десять. Ребята, сколько раз вам еще это говорить? Ну, просто крутая. На финише первая игра. Прошла, прошла. Ты можешь все. Десятая. Если они коснутся лучей, ты победила. О, боже мой. Не гонки. Это не Наскар. Ты что, на мировой рекорд идешь? Я просто боюсь, что если не пройду через это, меня начнет трясти. О, боже мой. Давай, осторожно. Ура. Итак, еще один. Все, внимание. Кстати, а этот ерепенился четвертый больше всех, вы поняли? А девочки взяли и первыми прошли. Ну, он хитрый жук, вы поняли? Он не пошел первым, он выкупил, каким путем идти и потом пошел. Ну, ладно. Стена номер четыре. Это самый сложный участок. Тут очень-очень узко. Эй, ступай осторожней. Коснется ли он задом? Все окей, я сказал, коснется ли. Буду выражаться и с ней. Боже мой, я вся вспотела. Тут так тесно. Надо выбраться отсюда. А если прыгну вон там? Так можно? Разрешаю. Можешь прыгнуть через лучи. Да. Если он преодолеет стену, он может победить. Думаешь, проще перепрыгнуть, пройти по краю и опять перепрыгнуть, чем пройти маршрут? Может, и не легче, но так я более уверен в своих силах. Я хочу посмотреть, как ты перепрыгнешь. Да, я считаю, что это круто. Ну и кто теперь тянет с решением, Блейк? Подожди. Так он перепрыгнет, он же прыгает нормально. Чикса в стеночку и пошел. Я перепрыгну. Я готов. У него разгон можно взять нормально. Да что, вы угораете или что? Это легко. Да даже я бы там перепрыгнул. О-о-о! Удалось! С ума сойти! Вы обе думали, что он коснется? Гляньте на их лица, они так злятся. Какого черта? Теперь он идет по краю. О, боже мой. Теперь ему придется прыгать обратно. Чувак, стена здесь точно выше. Мы не строили уровень с учетом этого. Он буквально ломает игру. О-о-о! И декорации тоже! Стены не супер прочные, ведь мы не планировали, что кто-то будет так делать. Если упадешь, то вылетишь на заметку. Это безумие! Да! О-о-о! 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 Что? Да ладно, он смог! Что, блин, это сейчас было? Просто пойдем дальше. Следуйте за мной, это было самое безумное, что я когда-либо видел. В начале, когда нас было десять, вы думали, что мы останемся втроем? Я видел в вас обеих угрозу. Вы почти одинаковые. Будь вы силуэтами, это был бы силуэт одного человека. Пока я иду первый, я буду побеждать. Честно говоря, я не могу идти позади кого-то. Я должна верить в себя и идти вперед. Я не прыгаю. Молодец. Я понятия не имею, что будет дальше, поэтому я и стремлюсь в следующую комнату. Идем в следующую комнату. Делать лазерные лабиринты – это сложно, поэтому я попросил друзей помочь мне со следующим. Приветствую! Привет, ребята! Привет! Маши деньги! На этом уровне только три лазера. Я разрешил каждому из них поставить по лазеру, так что их здесь всего три. Включите лазер Нолана! Я называю его вверх-вниз! Не так уж и сложно. Я бы сказал, жалко. Включите лазер Тарика! Я называю его влево-вправо! Очень креативно. Какие у вас пока мысли? Довольно безумно. Весьма трудно. Включите лазер Карла! Да! 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 Ну вот и все. На восьмом уровне три лазера. Зеленый мне нравится. Вы знаете, это сложно. То есть там было какое-то ограничение в плоскости. Ты понимал, что здесь ты в безопасности, а здесь нет. Здесь же нету безопасности от слова совсем. Ребят, вам надо бежать, а не сидеть! Парни, почему бы вам не уйти в комнату управления? Я вижу путь. Я тоже вижу путь. О, он бежит! Смотри, побежал. О! Да! Что за черт? Это легко, ребят. Он ни слова не сказал. Просто стартанул. Что это было? Я моргну, а он уже был у денег. Знаю что, ничего не сказал, но мне нужно было. Отгородиться от всего, увидеть путь и рвануть. Итак, у нас первый финалист. Он подрассчитал, он заметил, как лазеры двигаются. Просчитал этот момент, понял, где их будет меньше всего и побежал. Если они обе выйдут из игры, ты выиграешь 250 тысяч! Не волнуйтесь, дамы. О, она бежит! Нет, нет. Так, первая девушка. Это лорду! Попала под зеленый. Решать себе ей. Это была десятая. Это единственное, что отделяет номер четыре от четверти миллиона долларов. Если ты проиграешь, он победит. Это... Я не знаю, чувак. Покажи, как сильно ты этого хочешь ей. Мне... Мне очень страшно. Под какой ты попадешь? Посмотрю. Под лазер Карла, Нолана или Тарика? О, набежит! Ты подсвлекаешь. О, 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 о! Хорош! Окей, красный луч! О! Молодец! И! О! Ей удалось! О! Она прожлалась! Это невероятно! В ее исполнении все было в 30 триллионов раз сложнее! Я коснулась луча? Нет, не коснулась! Ты уверен? Не коснулась, все норм! Что? Вы что, шутите? О, боже! Теперь идем на девятый уровень. Только один из вас выйдет из него! Вы знаете, в прошлый раз Бисс там типа строил испытания чисто для одного человека. То там мне было не так в напряг, как сейчас. Я просто очень заряжен, я вам передать не могу. Да, это он! Это рандомный комментарий! Мои дорогие, это абсолютно рандомный, абсолютно комментарий! Всем хорошее настроение. По сути, уровень длится до тех пор, пока один из вас не проиграет. Окей. Увидимся там. Будем сражаться. Лазер так? Я запущу ядерную бомбу на Луну. Причин для этого нет, просто захотелось. Увидим, кто выиграет 250 тысяч долларов. Я нервничаю. Нашел с чем заиграть. Это испытание на психику. Стараюсь не отвлекаться. Скоро уже 5 утра, но я дошел до сюда, и я был уверен в себе все это время. Я обещаю, я готов. Сколько сейчас? 5 утра? Да. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Я устала. Но я должна все это пройти, чтобы просто показать людям, что я могу. Пусть оба выиграют. Это не так работает. Каждый это заслуживает. Для пущей напряженности мы заставили их подождать несколько часов. Отстой. Знаю. Как меня это бесит. Я нервничаю из-за ожидания. О, Боже мой. Поверить не могу, что вы отказались от Теслы. Три последних этапа. Надо осталось одна комната. Пусть обезьянку или вали домой. Как думаешь, каковы твои шансы на победу? Сто процентов. Правда? Я уверен в себе. Ну, он весьма уверен. А я такая, надеюсь, выиграю. Очень-очень надеюсь. Хотите что-то сказать напоследок? Давайте ставить ставки 4, да, а у нее номер 6. 4 или 6. Кто не смотрел, напишите обязательно в комментариях, как вы думаете, 4 или 6. Я, блин, даже не знаю. Этот такой немножко подленький был чувачок все это время. То есть он ничего подлого не делал, как бы. Но вел себя достаточно странно. Поэтому давайте за шестую. Не совсем. Я сосредоточен, но я пожму тебе руку. Да. Теперь мы враги. Итак, последний бой. Итак, финальный уровень. В нем мы совместили все лабиринты в один. Игрок номер 6, входи. Надо добраться до центра. Бог ты мой. Подожди секунду. Игрок номер 4, входи. Кто быстрее доберется, да? Спектрые угодники. Окей. Раз вас только двое, то и игра немного отличается. Либо касаешься денег первым и сразу побеждаешь. Либо соперник касается лазера, выбывает. А ты сразу побеждаешь. Номер 4. Все понятно? Все четко и понятно. То есть есть шанс того, что ты можешь стоять, ждать, пока твой соперник просто там пыжится и погибает? А есть шанс того, что ты в этот момент стоя увидишь, как твой соперник дотронулся до куба. Шесть. Все понятно? Все понятно. У каждого 30 секунд на то, чтобы принять это важное стратегическое решение. На кону стоит все. Я хочу выиграть. Чувак, мое сердце... Чувак, он выглядит таким нервным? Если попытаешься бежать, точно попадешь под луч. Я бы просто стоял. Лучшая стратегия. Нужно действовать. Я побегу так быстро, как смогу. Еще 10 секунд! Да, изо всех сил. Спускайте собак. Я побегу. Я не буду ждать, пока он ублажается. Так что я побегу. Скажи слово, Джимми. Я готов. Значит, получается, кто первый вылетит. Ну, хорош. Здесь добежать очень тяжело. Готов. Я не буду ждать. Три, два, один. Начали! Итак, как я и думал, Блейк рванул. Он впереди. Окей. Порядок. Они почти наравне. Окей, пока никто не выбыл. Так. О, это было круто! О, Блейк сильно впереди. Окей. Но это еще ничего не значит. Мне остается лишь надеяться, что он ошибется. Лазер прямо перед ним. Вот это да. Да, братан. Вот что значит стопроцентная уверенность. Вы понимаете? Лучше не стопроцентно быть уверенным, а на 90 и на 10 иметь второй какой-нибудь план. Он попал под луч! Что? Что? Точно! Он выбрал! Ты не врешь! Нет, эй, отключите лазеры, уже все равно! Что? Выключите их! Не бейся! Ну, я за нее переживал. Видите, я ставил на нее ставки, просто я так расстроился, что-то за четвертого. Хотя он и такой себе был чувачок. Ты в порядке? Хватит причинять тебе боль. Что? Это... Это безумие! Разумеется, Блейк, мы дадим тебе приз за второе место. Еще 10 тысяч, так как он выиграл 10 штук за Прайм. Я знаю, что это не четверть миллиона. Вот еще 10 тысяч. Спасибо, мистер Джимми. Ты хочешь получить деньги в гигантском кубе или просто перевести? Я хочу, чтобы их доставили в кубе. А что, если тебя ограбят? Ну, тогда... Я переведу их. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. На них можно стоять, только аккуратнее можно утонуть. Да, понимаешь, о чем я? Я утонула. Да, это была напряженочка очень жесткая. Я реально переживал за каждого, кто там ходил. Хороший ролик у него получился. Прям такой... Если вам понравилось, смотрите его вместе со мной. Не забудьте поставить лайк. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Забегайте в мой инстаграм, телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима. Типа топ. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok